Продолжение следует... Продолжение следует... Очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Многие из тех, кто здесь находится, продержали здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком. Там, где сейчас наши СМИ говорят о том, что мы наступаем и наступаем успешно. На самом деле, это не совсем так. Кремлевские помойки с пеной у рта орут, потому что им все не нравится. Уже и Лондон собрались бомбить, и Берлин, и Париж. Здесь ситуация в палате не изменилась. Опять рассказы о красных линиях. Но куда же без них? А вопрос вообще не в истребителях, а в местах их базирования. Какая инфраструктура? Я предлагаю их базировать на территории Британских островов, чтобы тогда это становиться для нас легитимной целью. И тогда мы уже, наконец, решим вопрос независимости Ирландии. Путем физического отсоединения территории Англии от территории Ирландии. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. И вот он как раз сказал, надо врать. Россия проиграет войну. Об этом будут говорить все. Последним это осознает Путин в своем бункере. Но будет уже поздно. Для него. Ситуация начала развиваться по-другому сценарию. С того момента, как Украина перешла в контрнаступление, речь идет про Харьков, про Херсон, Лиманская операция, другие направления, остров Змеиный. Как это выкинули оттуда врага. Инициатива перешла в руки ВСУ и Генштаба украинского. В течение зимы в той или иной степени она оставалась в руках Украины, ВСУ. И сейчас Россия как на юге, так и на востоке. В первую очередь на востоке. Конечно же, это бахмутское направление. Но не только Муглидар пытается развить на тактическом уровне наступления. Какие-то из них успешные. Как, например, отход ВСУ из Солидара. События, которые недавно происходили. Ну и где-то происходит давление, накопление сил. Постоянно про это говорят и на Западе официальные лица, и обозреватели, и украинские официальные лица тоже. И военные говорят, что в ближайшие месяцы они припримут серию больших наступлений. Ну, речь идет о стратегическом уровне, то есть наступление не за разрушенное село какое-нибудь, а действительно попытка выйти, например, к областному центру. Ну, например, к Запорожью, например, окружить, блокировать, как-то так. И во многом-то будет сделано для того, конечно же, у них есть свои планы, у Кремля не остаются. Это и разрушение оккупации Украины в конечном итоге, план максимум. План минимум – это в Донбасс, оккупация полностью, выход над границами административным Донецкой и Луганской областей. Вот, конечно, эти планы никуда не делись, но во многом это наступление нужно Генштабу ВСРФ, чтобы перехватить инициативу, чтобы Украина начала подстраиваться. Особенно с учетом поступления новых вооружений, причем я сейчас не про танки говорю, вот, например, боевые машины сотни штук, те же Брэдли, например. Это хорошие очень машины, очень такие, они в грамотных руках могут многое сделать на поле боя. Так вот, чтобы все это вооружение, все те бригады, которые создаются в ИСУ, которые не участвуют в боях, которые готовятся, перевооружаются, в Европу ездят бойцы, обучаться и так далее, чтобы Украина их использовала. И использовала там, где этого хочет Генштаб, российский Генштаб, вот, на тех направлениях. То есть вынудила, вынудила, как резервы туда бросить. Это во многом с этой целью будет сделано, и сейчас мы видим, как ситуация на фронте, она накаляется, обостряется, ее подготовка, украинский Генштаб готовится тоже, как-то эти карты чем-то бить, крыть их, которые ожидаются в ближайший месяц этого противостояния. И будем смотреть, как это все будет дальше развиваться. Ну вот, уже премьер-министр Польши, господин Моровецкий, сказал, что готовится, возможно, с трех направлений, значит, вот этот бросок русский, и в том числе планы оккупации Киева и так далее. Но вообще, в последнее время столько всего, вот такой шум стоит в эфире по поводу возможных вариантов развития событий в феврале-марте, что мне вот лично трудно разобраться, потому что мне кажется, что и с нашей стороны тоже и интервью и так далее могут быть частью введения в заблуждение противника. То есть, вот мы так думаем, а на самом деле вот так, мы же никогда не узнаем, про что говорили Милли с заложенным в Польше, да, стратегически. Это был, безусловно, стратегический разговор. Вот у вас, как человек, у которого, ну, и жизнь, опыт, и вы спокойный аналитик, вы никакой не хайпажер, вот такая, как вам видится наиболее совершенно вероятная путинская идея, поскольку он вот сегодня, там, вчера в Саленградской битве, они там прислали как бы железные бабы, вот, этой родины матери, значит, вот это решительный бой, ну, как в свое время и Гитлер, они, правда, себя видят с той стороны, но я их вижу с этой, с другой стороны. Это как Гитлер, проиграв сражение за ключевые города Советского Союза, да, вот, он, ну, Москву и Ленинград тогдашние, да, он решил отрезать от снабжения, ну, вот это все, да, и Саленград в итоге получил большое окружение и предтеча конца, перелом войны. Вот, на что рассчитывает Путин и вот эти 500 тысяч, как говорится, словам министра Елизникова, новобранцев этих, вот, и так далее, вот, каков его, именно, как вы представляете его стратегическую задачу, не то, что там вот на Запорожье захватить, да, стратегию больше. Смотрите, у евреев есть стих такой, что означает, с обдуманностью введи войну свою. Конечно же, война это искусство обмана. 90% всего обман, вот, наведение дыма, максимально запутать, перепутать, карты полностью, как бы, как-то вот, да, поэтому это происходит и со стороны Украины, несомненно, это происходит и со стороны России. 90% отсеют, поймут, что это ИПСО, а 10% не отсеют. Ну, это вот с такой, как бы, логикой, психологией, так, как бы, работает. Надо просто вкидывать много, чем больше вкидываешь, тем лучше. И это происходит на самом максимальном уровне, конечно же, даже сам подход к событиям, мы не начинали войну, войны нет, мы с Украиной не воюем, они же повторяли и Путин, и Лавров, и так далее. Вот, вклады того, что есть какие-то, это цели СВО, так называемого, они так, они выполняются, как говорил Путин, и при этом никогда не было озвучено, ну, конкретно где-то прописанных целей СВО, то это деноцификация, демилитаризация, чтобы это не означало, то это у нас Донбасс, защита Донбасса, в кавычках, то это они аннексировали территории, и теперь эти территории, там, Россия и так далее, то это красные линии, но эти красные линии каждый раз, они отодвигают куда-то. То есть, то они говорят, что они готовы говорить с Украиной, то они не готовы говорить с Украиной, и так далее. Смотрите, ну, по факту, Кремль хочет тянуть время. Очевидно, это уже, ну, известно, там, в Британии хорошее исследование от Королевского института, вот, и стратегические исследования было хорошее исследование, вот, первых, даже не неделя, дней войны, когда под Киевом фактически стояла группировка, идея была, да, занятие Киева, как наскоком, как заняли Херсон, вот, как Херсон, так как в более большом масштабе, вот, да, и полностью, ну, менять власть, и Украину вернуть обратно под влияние и контроль полностью России, вот. Ну, там, с их планами, как там чистки, оккупации, один гигантский бутчанский лес и так далее, вот это все. У них это не получилось, абсолютно. Они попали в ситуацию, которую они не планировали. У них был план Б, на самом деле. Часто говорят, что там, вот, это расхожий Киев за три дня, а у них плана Б не было. Нет, у них был план А и план Б. Они оба, у них, эти оба плана не реализовались. Первый план, это да, наскоком, потому что у них была уверенность, они были жертвами своей же пропаганды, они были уверены, что никто не будет защищать Украину, и народ не будет защищать. Это реально какая-то власть, которая не пользуется популярностью, и армия, она не серьезно, ни на что не боеспособная, и народ не встанет, консолидированный вместе, вот, на оборону. Это первый был план. Второй был план, у них был план, это если все-таки ВСУ дают отпор, и если все-таки получится, там, вот, сдержать натиски, Киев не получится занять, то два месяца войны, потому что у Украины запасов вооружений хватало ровно на два месяца. И после этого просто уже физически, как бы там народ не хотел, как бы там не была воля, все, Украина просто как спелый фрукт падает в руки, вот, оккупантов. Но и этого не случилось, потому что они абсолютно прогадали, не рассчитывали на такую колоссальную поддержку Запада. Ну, речь идет о миллиардах, вот, и десятках миллиардов, и долларов. И они очутились в ситуации, которую они абсолютно не планировали. Поэтому их сейчас цель, Путина, его окружение, ну, шире Кремль, вся тут верхушка, это затягивать время, чтобы в конечном итоге произошел афганский сценарий. Запад отказался от Украины, как в свое время США отказались от национального правительства афганского. Вот, примерно как-то так, для них Афганистан, это вот как пример такой, они на него смотрят как реальный, то есть в каком-то этапе Запад захочет, они так считают, захочет отказаться от Украины, и Украина сама не сможет сопротивляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова